МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапа-регион. О последних событиях курорта вам расскажу я, Ольга Шмак. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных его темах. Архиважная задача сегодня – сохранение национальной идентичности. Именно благодаря русскому языку мы можем это сделать в первую очередь. Культура русской речи. В Анапе прошла научно-студенческая конференция. На самом деле нет страны, в которой нет вкусной пищи. Кулинарный акцент. Секреты идеального завтрака анапчанкам рассказал шеф-повар популярного ресторана. Самое главное – настроить себя, что мы все можем, мы все равно сильные, мы всего добьемся. Будущее страны. Анапчанка стала чемпионом России по боксу. Анапских юристов поздравили с их профессиональным праздником. Торжественное мероприятие состоялось в зале мэрии курорта. Сотрудники местных предприятий и учреждений были удостоены почетных грамот и благодарности мэра курорта. Действительно, вы представляете большинство интересов и администрации, и граждан, поэтому труд ваш почетен, уважаемый, как я еще раз сказал. От лица главы нашего города Василия Александровича Швец, от всей команды мэрии поздравляю вас с вашим праздником. Мы рассчитываем на вашу помощь, сами понимаете, работы у нас много, планов много. Сегодня в анапском филиале МПГУ состоялась шестая по счету научно-студенческая конференция. Главная тема встречи – культура русской речи. Участие в ней приняли депутаты Анапы, преподаватели и студенты университета. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Добрый день всех, кто говорит на русском языке, любит русский язык и считает русский язык великим достоянием нашей великой страны. С праздником всех! Место проведения научно-студенческой конференции «Культура русской речи» было выбрано не случайно. Именно выпускники педагогических университетов прославляют наш язык и учат правильно его использовать. Участие в конференции приняли депутаты Анапы, преподаватели, а также специалисты из других городов в онлайн-формате. Данная конференция очень важна и действительно радостна то, что она проводится в стенах образовательного учреждения, для того, чтобы наша молодежь в дальнейшем разговаривала чисто на русском языке и уважала все наши традиции. Архиважная задача сегодня – сохранение национальной идентичности. Именно благодаря русскому языку мы можем это сделать в первую очередь. Поэтому воспитываем нашу молодежь на классических примерах литературы русского языка. Конференция была разделена на две секции. В рамках первой студенты представили доклады на тему «Языковая политика и культура речи». Вторая была посвящена проблемам и перспективам русского языка в 21 веке. Я узнал, как же правильно говорить. И также в процессе выступлений своих одногруппников и тех, кто принимает участие в конференции, я также узнал много нового о том, как говорят, например, в других странах. Потом я узнал много интересного по грамматике русского языка, по стилистике. Это было очень интересно и увлекательно. В завершении мероприятия участники обсудили проблемные вопросы и подвели итоги. Конференция позволила расширить знания студентов. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа, Редион. Шеф-повар из Италии рассказала Напчанкам секрет идеального завтрака. Накануне в рамках муниципального конкурса «Мисс Молодежь» для участниц был организован мастер-класс в одном из популярных ресторанов курорта. Кулинар Паоло Лаполита, вот уже 13 лет живущий в нашем городе, преподал урок по приготовлению тостов с авокадо и лососем, каши из нескольких видов круп, сырников с фруктами и ягодами, а также других не только вкусных, но и стильных блюд. Завтрак должен быть не только сытным и сбалансированным, но и приносить эстетическое удовольствие. Такой формулой придерживается итальянец Паоло Лаполита. 13 лет назад шеф-повар приехал в Анапу, чтобы принять участие в кулинарном проекте. Влюбился не только в русскую кухню, но и в страну, а также в уютный курортный город Анапу. Теперь Паоло творит в одном из ресторанов. Обожает как просто работать на кухне, так и проводить мастер-классы для анапчан. Накануне состоялось одно из таких мероприятий. С шеф-поваром встретились участницы муниципального конкурса «Мисс Молодежь-2022», который организовало профильное управление мэрией курорта. Энергия, которая дома, мы не встретимся нигде, кроме чем дома. Во-вторых, это как приготовление блюда требуется хорошее настроение, поэтому если кто-то просыпается с утра с желанием готовить блюдо, пожалуйста, не беспокойте ему, потому что он в хорошее настроение. И держите его в таком настроении, в таком волне. И наблюдайте, что он делает, потому что он только красиво будет делать. Я держу более русскую традицию, что ребята были недалеко от своих ощущений. Но в ресторане мы готовим по-итальянски, а встав мы готовим по-русски. Очень много блюдо русского. Если они сделаны как положено, они очень вкусные. Вот, не знаю, я от пельменей до расширы, до борща, до все запеканки. Все, они очень вкусные. На самом деле нет страны, в которой нет вкусной пищи. Тосты с авокадо и лососям, сырники с ягодами и вареньем, каша, в которой используется несколько видов круп, и сытный омлет. Именно эти блюда предстояло приготовить участницам конкурса. Пауло рассказал девушкам, как можно украсить блюдо и оригинально подать. Казалось бы, привычные русские завтраки. Каша гречневая, киноа, семена чиа и все украшенное фруктами, такими как киви, фейхуа, маракуйя, манго, орешки и также цветочки. Цветы, кстати, съедобные. В этом году конкурс «Мисс Молодежь» объединил многогранных и талантливых девушек. Программа мастер-классов была расширена, а урок на кухне ресторана – новшество, которое особенно запомнилось участницам. Как подчеркнули организаторы, такие встречи – это не просто конкурсные этапы, но и своеобразная площадка, на которой анапчанки могут найти для себя интересное хобби или даже определиться с будущей профессией. У нас вот в этом году уже появились девочки, которые прошли мастер-класс по мейкапу, прошли мастер-класс по дефиле и уже говорят, что мы пойдем учиться в этих направлениях, мы пойдем на бровиста учиться, на визажиста, потому что нам это интересна сфера. Есть у нас девочки, которые непосредственно занимаются поварским делом, и вот сегодня как раз таки они себя покажут и уже, я думаю, больше закрепятся в этом направлении и уже получат еще дополнительные какие-то навыки в своей будущей профессии. Конкурс «Мисс Молодежь» подходит к завершению. Имена финалисток и победительниц станут известны уже на этой неделе. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В Анапе прошел концерт при участии Свято-Серафимовского прихода Анапы и Ростовской митрополии. В его рамках студентам и школьникам учебных заведений представили антинаркотическую программу «К свету». Подробнее об этом в нашем сюжете. Наркомания в современном мире является глобальной проблемой, поэтому борьба с зависимостью выходит на первый план. Накануне в Доме культуры «Молодежный» прошел антинаркотический концерт для школьников и студентов Анапы. Управлением по делам молодежи совместно с приходом Серафима Саровского организован профилактический концерт, который называется «К свету». Сегодня будут выступать гости из Ростовской надонной области. Это группа священников со своими прихожанами, которые своей идеей, по своему желанию создали антинаркотическую мощную программу. Узнать о проблеме помогают истории реальных людей, которые зависели от наркотиков. Организаторы показали студентам и школьникам фильм про знаменитых рок-музыкантов. В кинокартине отражают путь от нравственного кризиса к избавлению от зависимости. Это очень важно. В принципе, такие мероприятия нужно проводить часто, потому что такую проблему нужно рассказывать всем. Также на концерте прозвучали патриотические песни в исполнении прихожан и воспитанников Ростовской митрополии в поддержку российских военных. В дальнейшем профилактические мероприятия планируются проводить на регулярной основе. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа-регион. Две анапчанки стали чемпионками России по боксу. Состязания прошли в октябре в Краснодаре. С одной из спортсменок, завоевавшей медаль высшей пробы, накануне встретилась наша съемочная группа. Вечер вторника для этой скромной девушки проходит, как обычно, в спортивном зале. Именно сюда шесть лет назад Анастасия Дамурчан пришла, чтобы записаться на секцию бокса. Тяжелые тренировки шесть раз в неделю не испугали юную воспитанницу, а наоборот, придавали стимулу развиваться. За плечами выступления на международных, всероссийских и краевых соревнованиях. И вот уже в свои восемнадцать она гордо носит звание мастер спорта. Последняя победа на чемпионате России, которая проходила в Краснодаре, стала для анапчанки неожиданной. Девушка выступала среди взрослых впервые и сразу завоевала золотую медаль. О своем достижении Анастасия говорит скромно, а на вопрос, что главное в характере спортсмена, отвечает оставаться с человеком, а несмотря на трудности, идти к своей цели до конца. Вместе с ней победу на турнире одержала еще одна воспитанница детско-юношеской школы номер три Надежда Голубева. Тренер гордится своими подопечными. Они мне доверяют, я им доверяю. Получается хорошая работа. Это результат, наверное, не столь важен, но вот по нашему коллективу вот он приносит результат. А так-то, наверное, взаимоотношения с детьми важнее, а за ним результат уже. Статус чемпионов России накладывает на девушек особую ответственность. На подходе младшее поколение, которым нужно передавать свой опыт и умение. Школа бокса в Анапе всегда славилась своими чемпионами, а результат девушек в очередной раз подтверждает это. И кто знает, возможно, через несколько лет на педестале Олимпийских игр будут стоять именно они. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа.Регион На этом у меня все. Напомню, посмотреть сюжеты можно на сайте anaparegion.ru или в социальных сетях, в том числе и в Телеграме, если вести в поиске новости Анапы. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова